Добрый день, Иван Иванович. Наконец-то добрался до Минска. Уважаемый Вениамин Иванович, уважаемые друзья, формула проста и причина понятна, почему мы настойчиво, как вы сказали, были заинтересованы в вашем визите в Беларусь. Кубань есть Кубань. Ее никуда не деться. Это кормилица, передовой регион Российской Федерации во всех отношениях. Чтобы вы понимали, мы в последнее время слишком много дали обещаний регионам России. Это гигантская страна, всем это понятно. И я боюсь, чтобы мы выдержали эти обещания. Это наш принцип, если договорились, надо выполнять. И в последнее время мы пришли к тому, что нам надо в России определяться по ключевым регионам, откуда можно работать, на соседние регионы и так далее. Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны заземлиться. Ну, как на севере, допустим, Питер и прилегающие регионы и так далее. Чтобы и логистика была удобная. Связано это с тем, что благодаря, к счастью, уходу с России и с Беларуси наших старых друзей, которые нам, к счастью, хотели привезти технологии и так далее, к счастью, они ушли и дали нам возможность на собственной базе, которая у нас еще, к счастью, тоже сохранилась, развиваться. И, конечно же, Беларусь сегодня востребована как высокотехнологичная республика. Не потому, что мы такие великие, а потому, что в советские времена так было построено народное хозяйство. Мы были таким высокотехнологичным регионом, потому что через нас на Запад вся сырьевая база двигалась, перерабатывалась, и отсюда выходили конкурентоспособные товары. В противном случае мы бы не продали, Советский Союз бы не продал их там за пределами страны. Мы это сохранили. Вы, наверное, это почувствовали, но если побудете в наших предприятиях, вы это увидите. Наверное, причиной всего этого стало в том числе и запрет на распродажу государственного имущества поголовно. Ну, как-то у нас были 90-е годы. Вот частник придет, он осчастливает. А нет, у него свои интересы. Это тоже хорошо, как и у государства. Но государство есть государство. Ответственность огромная. И государство несет ответственность за тех людей, которые здесь живут. Ну, и многие другие причины. Это не значит, что мы частному сектору мешаем развиваться. Но фундаментальные, ключевые отрасли мы сохранили. Пытаемся сейчас вокруг них выстроить целую сеть небольших, малых предприятий, которые будут работать на ключевые предприятия. Разные гайки, болты и детали могут небольшие предприятия производить. И двигать эти огромные компании вверх. Нам в этом направлении, конечно, еще предстоит много поработать. Но главное в том, что Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Вы человек опытный. Знаете, что было определенное недоверие к Беларуси. Ну, чего там они могут, не могут. А сегодня оказалось, что можно. От трактора до микроэлектроники. Но для того, чтобы их производить, нужны станки. Там космические приборы, говорят, станки. Но их надо производить. Мы это сохранили. Мы умеем это делать. Россияне готовы инвестировать в это немалые деньги. Потому что без этих чипов и прочих трудно представить себе развитие. Поэтому республика обладает колоссальными возможностями в плане технологий. Мы сохранили свою науку. Притом оставив то, что нам нужно. В том числе и фундаментально. Мы исходили с того, надо ли это нам. И сможем ли мы продать сверх того, что нам нужно здесь. Удалось выстроить эту систему и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и по другим направлениям. Пытаемся сейчас освоить локализацию и производить свои легковые автомобили. Потому что все производим. Тракторы, автомобили, и малые, и средние грузоподъемности. Ну все делаем. А легкового автомобиля нет. Вот начали с китайцами производство. Сейчас локализовываемся. Поэтому так потихоньку начинаем этим заниматься. СВО в Украине подтолкнуло нас к тому, что надо и оборонкой серьезно заниматься. В последнее время мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, мы публично это не озвучиваем. Но последние наши переговоры у вас на земле были посвящены обороне и безопасности. Мы знаем, что Украина – это только начало. Это, знаете, цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россия в том числе. Ну а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть. Прежде всего, Европейский Союз и главная точка опоры – это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы тут разделительной линией были между Россией, Востоком и Западом. Но не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке. В основном в советские времена, и мы это сохранили, мы развивали для обороны всякую физику, математику, электронику, лазерные технологии, системы РЭБ и так далее, связи. Оказывается, они сегодня на первом плане. Без них воевать невозможно. Это новая война. И вот эти вагнеровцы, они нам показали и рассказали, что такое современная война. Поэтому мы тоже тут пытаемся перестроить. Слава Богу, что у нас есть основа. Нам есть куда двигаться. Развиваем ракетное производство. Начали с Китаем развивать его. Ну, сейчас перешли на технологии российские. Мы сделаем ракету, серьезную ракету. Поэтому по всем направлениям пытаемся развиваться. Но мы же не гигантская страна и не обладающая гигантскими ресурсами, чтобы прийти в какую-то там страну, в том числе в Африку, кредиты выдать и развивать какие-то технологии. Но технологии есть по всем направлениям. И поэтому мы востребованы сегодня. Вот в том числе и в Африке. Поэтому мы им предлагаем наши технологии. Сотрудничество с вами может идти по всем направлениям. Вы это прекрасно знаете. Это и сельское хозяйство, это машиностроение, это те же лифты. Но наша политика не бросаться на что-то великое, новое. Потому что это большие деньги и догоним, перегоним. Это не наш принцип. А развивать то, что мы умеем делать. Вот есть школа трактора строения. Ну, почему ее не развивать? Россия огромная, к примеру, Россия. Дай Бог удовлетворить спрос. То же самое комбайностроение на Гомсельмаш. Это крупная компания, Белазы. Поэтому мы вот эти точки, где у нас есть опыт и практика, есть компетенции, люди. Мы пытаемся их развивать. И как видим, это оказалось востребовано. Поэтому, Вячеслав Иванович, если Кубани что-то нужно, и вы увидите здесь, договоримся, мы обязательно сделаем. Но только хочу вас предупредить. Вот пассажирская техника, я знаю, вы молодцы. Я и по Сочи вижу. Все больше и больше, несмотря что нефти и газа достаточно, вы переходите на технику экологическую. Мы это все можем сделать. И на газомоторном топливе и прочее. Но просьба одна, чтобы мы обслуживали эту технику. Ибо будет как в Санкт-Петербурге. С матрусами, там что-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться. Задаю вопрос. А в других регионах России не горят? А почему в Питере? Ну, потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание, вы знаете. Это надо не только вовремя гайку закрутить, но осмотр должен быть перед выездом постоянно. А всего этого не было. Естественно, где-то утечки, протечки и так далее. Что-то где-то там задымилось. В СМИ сразу, ах, загорелось. Поэтому, если нет людей, которые надежно могут обслуживать технику, мы это сделаем сами лучше. И при том за меньшие деньги, чем вы бы там организовывали. Но если такие люди есть, пожалуйста, нет, хотите, мы их научим. Но техника сложная. Она каждый год усложняется и усложняется. Поэтому вы и в этом плане можете на нас рассчитывать. По любым вопросам. Тем более, я вам открыто сказал, что мы рассматриваем Кубан как на юге один из таких ключевых развитых регионов, откуда мы с вами можем работать. Это не просто привезли технику и продали, к примеру, технику. Нет, мы хотим с вами там создавать определенный хаб. Вот несколько таких центров по России, крупных, мы готовы создавать и вместе с вами производить там технику. Обучать ваших людей, если это нужно будет для этого. Мы к этому готовы. Строительство. Любые объекты, которые вам нужны, особенно социальная сфера. Поэтому все, о чем договоримся, мы обязательно исполним. Уважаемый Александр Григорьевич, не только сегодня мы обсуждаем, наверное, наше торгово-экономическое сотрудничество, мы обсуждаем жизнь в рамках сегодняшних вызовов и трудностей. И, как бы ни было, это у нас на всех, и на Россию, и на Белоруссию. Общие вызовы и те трудности, с которыми, конечно, мы должны справиться. И Краснодарский край, который сегодня на самом деле жительница страны, гарант продовольственной безопасности, еще здравница. Мы тоже даже с этими трудностями справиться, безусловно. Но в одиночку, конечно, сложно.